С бытовыми и социальными проблемами в администрацию Самаркандской области жители обращаются каждый день посредством телеграм-канала «Телефон на доверие» в письменном виде, виртуальной приемной и на выездных приемах. Насколько активно работает в городах и районах с людьми и всех ли слышит, Эркинджон Турдымов обсуждает сегодня на видеоселекторном собрании с участием руководителей всех уровней. На столе руководителя региона полная статистика по всем районам. На сегодняшний день из поступивших обращений пока нерешенными остаются 786. Среди них лидируют вопросы по перебоям с электроэнергией. Глава областной администрации объявил ударные три дня, в течение которых руководители должны приложить усилия, чтобы решить все поступившие обращения граждан. Кроме этого, говорилось о том, что несколько дней назад запущена интерактивная система самхалк-назурат.уз. Ее преимущество в том, что платформа назначает ответственного исполнителя в течение нескольких секунд, и только сам заявитель может снять с вопроса контроль. Начиная с вечера 23 декабря по сегодняшний день поступило 322 обращения. 15 из них решены, о чем сообщили сами граждане. Как сказал глава региона, незначительные проблемы можно решить за полчаса, такие как замена пустующих люков, электропроводов и других. Но почему-то они не исполняются по несколько дней. По данной системе можно определить уровень работы всех служб и должностных лиц. Необходимо создать 4-5 мобильных групп и организовать механизм решения проблем граждан в течение пяти часов после оставленного сообщения, сказал Аркинджон Турдымов. А заместители Хукимов области, городов и районов, руководители секторов управления и организацией должны будут проконтролировать их работу. Сообщено о запуске нового механизма, согласно которому два раза в неделю Хукимов области будет предоставляться список районов с наибольшим количеством проблем, исходя из чего будет проведена работа под руководством главы региона и рассмотрены вопросы допуска к обязанностям недобросовестных должностных лиц. Также отмечено, что в эти дни были созданы штабы, но во многих из них не отвечают на указанные номера телефонов. Критике была подвергнута деятельность некоторых служб. Аркинджон Турдымов призывал к ответственности их руководителей.